здравствуйте дорогие телезрители меня зовут нелли борисюк и в эфире рубрика не идеальная много мама рубрика которая будет полезна всем женщинам которые хотят быть счастливы в своей семье и в своих отношениях почему именно я освещаю эту рубрику потому что я 12 лет счастливом браке у нас шесть деток в ожидании седьмого малыша и у меня невероятный опыт в этой теме цикл наших выпусков направлен на здоровье и гармонизацию семейных отношений и сегодня в эфире тема как организовать себя в режиме многозадачности в современном мире женщина очень часто вынуждена находиться в таком режиме и мне как многодетной маме как жене также приходится частенько бывать в этом режиме ну как же без этого поэтому я подготовила для вас свои лайфхаки как организовать себя в этом самом режиме многозадачности не переключайтесь будет очень интересно первый совет прописать четкий план действий увидеть что возможно делегировать второй совет расставить приоритеты есть секрет многие дела и задачи решаются сами без моего участия 50 процентов дел это суета от который имеет смысл отказаться третий совет не паниковать и не загонять себя в колесо не нагнетать скорости и суеты слушать и слышать себя мир бога других людей тем самым минимизировать ошибки и суету четвертый совет делать остановки 5-10 минут полной тишины и спокойствия это позволит посмотреть на процесс из свежей головы что-то отсеять или что-то переиграть и пятый совет не лениться если не хочется делать лучше проявить собранность и упорство чтобы не было не закрытым гештальтом то куда утекает ваша энергия придумать стимул для выполнения а то что интересно я и так сделаю быстро и легко заметьте как полезно то к чему нас приучали в детстве вести дневник организовывать свое время и пространство сейчас очень много раздрая суеты и лишних движений тогда когда у нас нет четкого плана поэтому не пренебрегайте этим советом он очень помогает и прекрасно работает в режиме многозадачности в моем опыте была масса примеров когда режим многозадачности абсолютно загоняет в угол или заставляет делать какие-то ошибки или машинальные действия наверняка у вас было то же самое например когда в голове много мыслей когда вокруг много дел и ты делаешь некоторые моменты на автомате а потом выйдя из квартиры ты понимаешь то наверное ты забыл выключить утюг или плиту или закрыть дверь и это превращается все в огромный ком неприятностей поэтому я для себя четко решила что каждое мое действие движение требует полного включения в процесс пользуйтесь моими советами и не забывайте что все можно повернуть в свою сторону ведь нельзя же сказать что режим многозадачности это совсем плохо мы можем очень много успеть благодаря ему но при этом не забывайте о четкости своих действий а у вас были такие истории если да то обязательно поделитесь ими оставляйте свои комментарии и вопросы под видео и не забывайте подписываться на передачу до 17 и старше а с вами была я не идеальная много мама нелли борисюк до встречи в эфире шашлык и мороженое а у меня сейчас ведь что его любимый блюдо мясо покормили поговорили подарки подарили если вы не знали то это нос для черри смотрите мое интервью в программе до 17 и старше у меня не такой контент ты не включил на меня микрофон будет очень интересно всем привет друзья вы смотрите рубрику кухня со звездой и с вами я настигнула сегодня у нас гостях супер стас звезду забыли позвать я просто футболгер все звездой тут и не пахнет почему так скромно у тебя большая аудитория почему ты не считаешь я свой скипали мне кажется вот я делаю контент для таких же таки я которым за умные слова не нужны им нужно вот понимание вкусно невкусно и почему невкусно вот и все и друзья на сегодня мы ждет не только большой интервью со стасом но и рецепт нового блюда а именно мы готовим в течение с морепродуктами это кальмары мидии вонголи и креветки я просто буду сама дома готовить стас как начинается утро футблогера как началось сегодня твое утро ну я проснулся улыбнулся я всегда заказываю себе омлет и засыпаю обратно пока он едет я еще сплю но я не люблю рано утром просыпаться для меня вот нормально прям где-то в 12 и где-то съемка что было ближе к 3 это идеальный день когда вот так вот ты сможешь расходиться поделать дела по всем отвечать по всем запросам то есть чаще всего ты заказываешь из ресторанов то есть сам ты редко готовишь не рестораны а доставка готовой еды да то есть просто пример это кухня на районе вот я заказываю рестораны для меня это долго это возможно невкусно и возможно плохо доставят вот говорят что лучший повар это мужчина согласен ли ты с этим высказыванием согласен ли ты с этим высказыванием или нет как вот показывает статистика когда мы видим шеф-повара мужчин да значит наверное что правильный подход к этой фразе что мужчины хорошие шеф-повара и лучшие но мне кажется что именно с душой готовят женщины а мужчины делают просто вкусно какое твое самое любимое буду вот что ты можешь есть вот всегда но нигде такого нет что я говорил что шашлык это моё любимое блюдо везде идет что оливье и стейк оливье и стейк везде кто это написал где вы это читали а какое самое экзотическое блюдо ты пробовал может быть опять же таки на каком-то отдыхе где-то отдыхал чего я только не ну вот расскажи что тебе понравилось что возможно не понравилось что ты пробуешь никогда не сыр с личинками сыр стрёминг суп из мамонта ну вот такие блюда пробовал еще достаточно много но мы это оставим в секрете я вижу тебя татуировки это разные продукты что-то у нас шаурма значит бургер кола пицца а и картошка фри это мои камни бесконечности то есть это настоящие потому что я уже их обновлял три раза потому что на пальцах стираются но это была моя идея и у меня на всех татуировках мы один тату-мастер кристина и она такая сразу только я придумал эту идею давай делать почему почему продукты и почему такие вредные мой канал же состоит из главное типа хайпа это фастфуд шаурма бургеры самые вкусные самые дорогие то есть я типа фудблогер который ориентируется на больше не на рестораны не на мишленовские звезды а именно на обывательские продукты то есть это дешевые продукты из магазина бургеры шаурма то есть то что мы употребляем вне похода в ресторан так ну давай мы продолжим общение про твое творчество ну и приступим к приготовлению нашего блюда дорогие друзья сегодня мы используем сырую пасту но есть такого у вас нет вы можете использовать обычную либо же приобрести ту которая сейчас у меня в руках дай мне сейчас эту бумажку что там очень много ингредиентов чтобы приготовить фетучини с креветками кальмарами мидиями и вонголи нам понадобятся мидии креветки щупальца кальмаров масло оливковое соль смесь перцев лук-шалот чеснок очищенный перец в масле масло растительное вонголи черри красные вино белое вода фетучини со шпинатом соль сливки соус песто и базилик это блюдо рассчитано на компанию кто-то любит креветки кто-то мидии кто-то вонголи почему ты решил заниматься блогингом и выбрал творческий псевдоним супер стас почему супер но супер это придумал алексей столяров а потому что я прыгал с 10 метров в воду делал заднее сальто когда мужчины типа занимались проектом похудения то есть бегал по полосу препятствий то есть у меня было такое экстремальное выполнение челленджов и лёха кричал супер стас вот из-за этого пошло а как получилось стать блогером я всегда говорил что я инструмент то есть я помогаю блогерам делать их контент и какой момент мы поехали в дубаи еще первый раз я приехал за границу именно в дубаи мы пошли в мишленовский ресторан стейковый в отеле атлантис и мы что-то сидели и там были стейки по 15 тысяч и я сижу что-то рассказываю ребятам почему она может столько стоит что такое травяной откорм что такое зерновой откорм почему вот почему вот так вот кусок мяса где-то может полторы тысячи стоит а тут 15 дима все это послушал мы когда вернулись он говорит зайди ко мне и он говорит мы же все равно снимаемся давай ты попробуй что вести канал про еду если ты хочешь что-то популярность типа найти для себя своих зрителей начать зарабатывать ходить по медийным это очень такой обширный вопрос и в нем надо разбираться и понимать какую выбрать нишу насколько сейчас блогеру важен хайп и почему блогеры хайпят хайп нужен для того чтобы создавались инфоповоды для того чтобы собирались просмотры для того чтобы тебя больше узнавало тех же процентов если мы возьмем литвина который сбросил на энергетик а я снял обзор на его энергетики то в какой момент пришли его зрители посмотреть мнение энергетики то есть я взял его аудиторию он хайпанул а я ну так будет грубо сказано перенял на себя этот хайп всегда интересного деньги красивая жизнь то есть показать если человек все равно начинает а были тоже такие же тиктокеры которые показывали там сколько пролететь первым классом я сижу такой да и все равно смотрю но при том что типа да то есть вот эти вещи всегда продаются то есть вот это те столбы на которых стоят хайп то есть что-то богато разбить с кем-то замутить или же с кем-то с кем-то сделать конфликт или же когда человеку интересны только отношения и как ты заметила в отношениях всегда выигрывает если расходятся парень девушку все время проигрывает ну даже пример там типа того же милохин и гаврилина давай бузова ну вот почему-то это самый большой я работаю с давай я его являюсь тоже продюсером по ютубу но типа тебе тоже там можно подумать кто как выиграл из этой ситуации но они до мне было так они встречаются у них была любовь не были отношения я не скажу что вам типа прям было хайп на этом то есть это не тот случай это случай когда ты шипериста там где вот все знают что вы встречаетесь но до конца никто еще не сказал не подтвердил только где-то какая-то новость выходит только ты появляешься сразу вспоминают в кулуарах ты обсуждаешь блин они реально встречаются или нет то есть это и это так так и работает типа вот это люди это обсуждают и есть еще вот вещи которые никогда не заканчиваются это то что мы не говорим хайп это еда автомобили развлечения путешествия это те направления контента которые людям нравятся детский контент семейные сериалы то есть вот это тут ты просто делаешь контент и люди тебя смотрят за контент вот так что в любом случае надо быть в первую очередь личностью ну а уже добавить хайпа в свой медийный образ или нет это уже выбор каждого ну что друзья наше блюдо готово и давайте же скорее его попробуем давай поделим как говорится по-братски я часто я часто так выпусках использую когда дорогой ресторан и заказываю одно блюдо на двоих но паста хорошая то есть я люблю аль денте и тут она прям попала ну давай вот кальмары попробуем я помню но мидии вкусные коветочки тоже я например очень люблю взять пачку чипсов завалиться на кровать и посмотреть какой-нибудь сериальчик либо какой-нибудь фильм я не могу не спросить как ты проводишь свое свободное время и какие фильмы ты любишь ну из самых моих любимых это которые в топ входят и которых можно пересмотреть это законопослушный гражданин телепорт и целая киноферей на марвел особенно первый железный человек это на топ-топ который я могу смотреть вечно пересматривать и в любое время мой любимый фильм шоколад я безумно его обожаю такая очень поучительная картина как сладкое может приукрасить вашу серую и обуденную жизнь один наш гость не уходит без подарка поэтому сегодня я очень хочу тебе вручить вот такие вот конфеты шоколадные от компании чокопепа называются ними чокобокс вот такие вот конфеты которые скрасит серые будни мне кажется вы ждали милану хаметова пришел суперстаз ну ничего как говорится в любом возрасте ребенок мужчине умирает после 45 конфеты от компании чокопепа который называется my чокобокс с разными вкусами и пазлами в каждую конфету вложены пазлы и в каждой двухсотой конфете находится стикер с особым подарком для ребенка пазлы сказки шоколадки и еще продукция от компании биокедр это натуральная продукция которая поддерживает иммунитет она витаминная минеральная на сто процентов натуральная вот это уже подарки для меня это мне нужно это что у нас это чай это дальневосточные кедровые шишки блогер должен сразу шишки еще говорится не пробовал сегодня открыл для себя новый кедровый напиток полный витаминов микро и макроэлементов фитонцидов и дубльных веществ и созданные для комплексного оздоровления всего организма скипите да это чай круто но выглядит прикольно для активной жизни с воды в 12 и очень тассай это питьевая вода создана самой природой природная питьевая вода тассай быстро утоляет жажду благодаря оптимальному размеру пузырьков углекислого газа вода обладает уникальным минеральным составом ускоряет обменные процессы в организме способствует снижению массы тела и подходит для ежедневного употребления это была рубрика кухня со звездой с вами была я настя гдунова и супер стас увидимся в следующих выпусках всем привет с вами я александр шан и это рубрика все а кино сегодня мы поговорим о фильмах которые заставят вас улыбнуться и почувствовать себя уютно как мячеслав тихонов подружился с бимом в фильме белый бим черное ухо я вам расскажу о фильме которая переворачивает взгляд на мир несколько фактов со съемок сериала уэнсдэй топ-5 фильмов которые рекомендуют звезды а этот фильм поразит вас игрой актеров сегодня мы поговорим о фильмах которые вас заставят улыбнуться и почувствовать себя уютно и так первый фильм к чуду теренс малек величайший философ в современном кинематографе его картина зачастую лишены сюжета но позволяет уловить ощущения бога в каждом кадре кино которое не откроется многим но те кто смогут найти ключ к пониманию этой картины поймут что в творчестве малика есть нечто больше чем просто кино там есть бог и любовь второй фильм крупная рыба сын прощается с уходящему с жизни отцом вспоминая его прошлое самая трогательная картина тима бертона наполненная светом фильм очень эмоциональный и мало кому удается сдерживать слезы в конце не сдерживайте себя обязательно к просмотру третий фильм королевство полной луны это потрясающий фильм о первой любви очень ламповый и очень стильно сделанный с виду простой сюжет говорит о многих важных вещах раскрывает вопрос отношений детей и родителей отличный выбор для просмотров всей семьей это та самая звездная новость когда вячеслав тихонов готовился к съемкам фильма белый бим черное ухо у него стояла непростая задача за короткое время ему надо было подружиться и завоевать любовь пса на роль бима было пересмотрено более двухсот собак но бимом стал английский сеттерсти чтобы наладить отношения собакой тихонов отправился с ней на охоту и с этого дня началась их дружба и вдруг вячеслав тихона перестал появляться на съемочной площадке собаки они не такие как люди они не умеют играть и обманывать они всегда искренне поэтому эпизод где заболевшего хозяина бима увозят скорая нужно было снять с одного дубля увидев лежащего тихонова стив подумал что он заболел он начал скулить и рваться к нему как будто он был его хозяином успех фильма белый бим черное ухо было невероятен зрители не могли смотреть его равнодушно все плакали а стив научил их главному любви и преданности а какой ваш любимый фильм про собак а этот фильм который ждут все известная американская писательница кэтрин райан хайт создает пронзительные сюжеты которые переворачивают взгляд на мир таким получился ее роман о 12-летнем треворе выполняя домашнее задание мальчик придумал поразительную цепочку добрых дел сначала нужно бескорыстно помочь человеку и попросить его отблагодарить трех других людей которые в свою очередь должны помочь еще троим таким образом хорошие дела начнут распространяться по всей планете история о маленьком филантропия удивила всех читателей по всему миру благодаря этому в америке появилась благотворительное движение заплати другому кинематографисты тоже не обошли стороной вдохновляющую книгу в двухтысячном году состоялась премьера одноименной ленты в котором сыграли хеллинг хайт и кевин цепи под названием заплати другому а вы смотрели эту картину оставьте свой отзыв в комментариях это та самая звездная новость уэнсдэй один из главных сериалов года фильм представляет собой умную и нелюбимую девочку подростка она не похожа на сверстниц и отвергает стереотипы поведения а вот и несколько фактов чтобы чувствовать себя уверенно в кадре артега училась фехтованию играла на музыкальном инструменте вейланчелли учил немецкий артега и занималась хореографией но поставила безумный танец который разлетелся по всему миру главная фишка уэнсдэй это холодный и завораживающий взгляд поначалу зрители не понимали почему артега так притягательно а потом они увидели что все 8 серий она не моргала фильме есть завораживающая рука вещь которая сопровождает ее везде и подсказывает мудрые советы порой вещь считают графикой но это не так на самом деле человек ходил в синем костюме на один грим вещи уходило более трех часов и это приходилось делать каждый день вещь играл настоящий актер виктор дарабанцу а вы уже посмотрели уэнсдэй делитесь впечатлениями а сейчас топ-5 фильмов которые рекомендуют звезды в заключение выпуска вы узнаете какие фильмы рекомендуют посмотреть наши селебрити внимание на экран так привет друзья я насти макаревич и мои любимые топ-5 фильмов конечно сложно выделить какие-то пять я очень люблю наше старое кино советское прекрасные фильмы замечательные актеры но можно брать любые любовь и голуби обожаю фильм начало гениальной иной чуриковой часто смотрю республика шки друзья это фильмы прекрасные для семейного просмотра и для просмотра с детьми я часто усаживаю своих мальчишек говорю давайте посмотрим хороший фильм они сразу спрашивают нам какого года но смотрят и вот республика шки то очень понравилось если из каких-то западных но наверно форест гамп у меня кстати так зовут собаку форест назвала его в честь своего любимого персонажа очень люблю фильм один плюс один замечательный добрый очень хороший фильм всем советую посмотреть если вы еще конечно не видели из последнего мне очень понравился фильма спилберга фабель маны вообще обожаю этого режиссером так что вот эти фильмы очень рекомендую вам к просмотру друзья подписывайтесь на канал до 17 и старше ставьте лайки и пишите свои комментарии а с вами был я александр шан до новых встреч в эфире всем привет с вами я не к бери и сегодня вы смотрите рубрику топ 5 горячих новостей о российском и зарубежном шоу-бизнесе какую награду получила бьонсе новости жизни они асти как выглядят дети майкла джексона диеты звезд как ужин ограду получил сигал новость номер один смотрите не пожалеете лос-анджелесе прошла 65 церемония награждения лауреатов академии сша грэмми лучшим альбомом жюри признала танцевальный альбом бьонсе это 32 по счету статуэтка грэмми по служном списке певицы в этом году исполнительница была номинирована в девяти категориях получив 4 премии лучшая танцевальная электронная запись за трек break my soul лучшее исполнение в стиле аренми пластик он до софа лучший танцевальный электронный музыкальный альбом ренейсенс и лучшая песня в стиле аренми капец а вы любите песни бьонса новость номер два такого вы еще не слышали дженнифер энистон предпочитает больше блюда на гриле чем блюдо жареные ест она маленькими порциями большую часть ее тарелки занимают овощи в интервью дженнифер говорит что есть все что хочет но в разумных пределах и видимо весь секрет в размере этих разумных пределов так она может побаловать себя чипсами и ест одну чипсину или полакомиться эмом дэмс и берет одно драже воистину женщина кремень прибавьте сюда ежедневной тренировки и мы раскроем тайну великолепной формы актриса а сейчас я вам расскажу о диете леди гага один из любимых вариантов ужина певицы это кино с бабами креветки и овощи приготовлены на гриле и самое главное раз в неделю разрешается отойти от плана и позволить себе вкусняшки леди гага редко готовят самостоятельно а самая ее любимая кухня это итальянская энн хэтэуэй сегодня у нее есть личный тренер по питанию джеки келлер она составила для актрисы меню с продуктами обладающими противовоспалительным эффектом рыба ягоды орехи брокколи зеленый чай грибы и другое актриса не отказывает тебе в удовольствиях она очень любит шоколад и острый соус халапенье она готова добавлять его почти во все блюда ну а третья новость совсем удивительная пути наградил стивена сигала орденом дружбы актер и спец представитель мид россии по гуманитарным связям с сша и японии стивен сигал награжден орденом дружбы кстати в шестнадцатом году сигал получил российское гражданство паспорт ему вручал путин два года спустя актер стал спец представителем мида он работает на общественных началах так что ему не платят за его деятельность он занимается развитием взаимодействия в сфере культуры искусства общественных и молодежных обменов стивен сигал известен фильмах таких как в осаде хранитель и другие а какой твой любимый фильм а четвертая новость поразит всех двое детей майкла джексона появились на красной дорожке гала вечера брат и сестра позировали фотографом по этому случаю париж джексон надела изящное цветочное платье принц джексон в черном костюме с фиолетовым галстуком весь расплывался в улыбке у него был более классический образ чем у его младшей сестры привыкший к первым рядам недели моды через 30 лет после смерти майкла джексона его дети по ходу полностью распоряжаются наследием отца поместье который приносит ему безумное количество денег каждый год его дети ежегодно получали около 300 миллионов долларов на свое 18-летие принц 2 получил подарок особняк в калифорнии а какая ваша любимая песня майкла джексона но сейчас пятая новость обязательно досмотрите до конца совсем недавно певица анна асти открыла свой бар в санкт-петербурге в интервью она рассказала любит ли она готовить когда ждать новый фит с филиппом киркоровым и как она провела свой отпуск внимание на экран вот я думаю все наслышанные множество сплетен обо мне это первое человек к этому говорят далее каждый любит что-то обсудить что-то поговорить когда ты собираешься с друзьями вместе задним столом конечно же обсуждаете свои дела дела друг друга и конечно обсуждать и дела кого-то кого нет достаточный экспериментируй вы меня еще увидите в совершенно новом облах который я хочу презентовать довольно таки скоро только я нашла еще сингл под который я хочу сделать это подписывайтесь на наш канал до 17 и старше чтобы не пропустить наши новые выпуски вы смотрели топ 5 горячих новостей и с вами была я ника бери до новых встреч